Спасибо большое, Равиль. Всем добрый день. Если честно, я сегодня впервые участвую в Кейсариуме, хотя это довольно регулярное мероприятие, и я немножко сожалею, что раньше я пропускал, потому что я сижу два часа, смотрю кейсы, и я, если честно, в шоке, насколько круто наш продукт может работать. Мы видим статистику вместе с командами разработки, мы понимаем, что продукт работает, что клиенты возвращаются, средний чек увеличивается, но сегодня я прям в лицах, на конкретных кейсах вижу, как продукт работает в конкретных бизнесах. Это просто супер. Это очень сильно драйвит, вдохновляет. Вместе со мной трансляцию смотрят некоторые наши разработчики, и я думаю, что эти кейсы повлияют как-то на то, как наш продукт будет развиваться дальше, и какие задачи мы будем брать в работу. По сути, наверное, об основном функционале UTS сегодня было сказано довольно много, и, наверное, мой сегодняшний рассказ будет как-то просто структурировать всю информацию. Давайте мы с вами обобщим, что же такое UTS и как он, в принципе, может помочь вашему бизнесу. Поехали. Вот. С самого начала наша компания, компания-разработчик называет School on Select Service, и в нашей компании есть миссия, исходя из которой мы разработаем, в том числе наш продукт. Мы помогаем предпринимателям получить свободу и развиваться, чтобы общество получало у них лучше сервис и лучше продукт. Вот. Исходя из этого, мы постоянно дорабатываем продукт UDS. Мы долгое время работали на функциональность, сейчас стараемся еще и делать так, чтобы продукт работал более автономно и чтобы предпринимателям как можно меньше времени приходилось работать с продуктом. Это наша большая цель. Мы хотим сделать так, чтобы предприниматели действительно становились более свободными и их бизнесы развивались. Я буду пропускать некоторые слайды, потому что времени у меня не так много. Расскажу самое главное, что в феврале мы переупаковали наши продукты, если раньше это был такой большой монолит, и у некоторых типов бизнеса были проблемы с тем, чтобы понять, как это работает. Мы решили на основе UDS развивать целую экосистему, который называется UDS Business. И эта экосистема состоит из отдельных маленьких продуктов, из которых каждый бизнес может собрать для себя идеальный продукт, который конкретно ему идеально подходит. Сейчас мы с вами пробежимся по всем основным модулям, чтобы все примерно понимали, как работает продукт, как он, самое главное, в дальнейшем будет развиваться. В основе нашего продукта, в основе UDS Business, лежит программа лояльности клиентской базы. Абсолютно все кейсы, которые мы сегодня слышали, они строились вокруг оцифровки клиентской базы. Это действительно основа любого современного бизнеса, который пытается идти много со временем, быть digital. И, по сути, это является ядром нашего продукта. Я сейчас очень упрощенно покажу, как это работает. Хотя, наверное, после всех кейсов, которые описывали, это выглядит слишком просто. Клиенты приходят в заведение, показывают код скидки персоналу, персонал оцифровывает и начисляет клиенту бонусы. Клиент получает бонусы, любит компанию, приходит туда снова. К компании хорошо то, что повышается средний чекер употребляемость. Клиенту хорошо, потому что он получает любовь от компании. И компания, и клиент все больше и больше начинают любить друг друга. UDS — это у нас такая система по увеличению любви во Вселенной и, конечно, по увеличению выручки бизнеса. О том, как это работает, мы сегодня услышали довольно много. В подтверждении я просто покажу маленький график о том, что покупки через UDS у нас постоянно растут. Фактически наша Nordstar метрика — это то, как часто клиенты совершают покупки при помощи UDS. Мы видим, что количество покупок все время растет. Препятствием не стал и кризис. Видно, что в апреле 2020 года резко уменьшилось количество операций из локдауна, но оно довольно быстро отросло и тренд положительный. Мы продолжаем наращивать количество покупок. Клиенты пользуются UDS, им это нравится, им это интересно. Клиенты возвращаются в бизнесы наших партнеров. В направлении отцифровки клиентской базы программы лояльности мы делаем максимальный упор, но вокруг этого ядра продукта мы выстраиваем экосистему из отдельных функциональных модулей. Сейчас их 9, но в дальнейшем количество будет расти, в том числе благодаря дополнительным решениям наших партнеров, интеграторов, которых я попозже тоже расскажу. Вы видите, что здесь вот рядом в таких шестиугольничках расположены сертификаты, персонал, реферальная программа, оценки отзывов, масса инструментов, которые решают разные совершенно отдельные проблемы малого и среднего бизнеса. Сейчас коротко прибежимся по каждому из них, посмотрим в цифрах, как это работает. Первый модуль, о котором я расскажу, это модуль, который по умолчанию включен у всех наших новых клиентов, он называется оценки отзывов. Идея в том, что после того, как клиент пришел и купил, показал код скидки персонала, персонал его оцифровал, в течение нескольких минут всем клиентам, которые купили, приходит пуш-уведомление. Оцени, пожалуйста, качество обслуживания. Клиент ставит оценку, клиент может оставить текст и отзыв о том, что можно было бы сделать лучше, в чем заключается проблема обслуживания, например, и в этот же момент отзыв поступает в консоль администратора UDS Business. В чем принципиальный момент? В том, что отзыв уходит не только персоналу, но и собственнику напрямую. Мы знаем кейсы многих собственников, что они, в принципе, начинают день с того, что они открывают мобильное приложение UDS Business и смотрят отзывы клиентов за предыдущий день. Они самостоятельно на них реагируют, отвечают, может быть, начисляют какие-то баллы и таким образом уменьшают негатив, находят точки роста для бизнеса и выстраивают персонализированную коммуникацию со своими клиентами. Этот функционал работает. Сейчас вы видите график глобальный по всем компаниям, которые работают прямо сейчас в UDS. Здесь видна динамика оценок отзывов, которые оставляют наши клиенты. Мы постоянно работаем над тем, чтобы растить эти метрики. И видно, что в начале осени мы смогли немножко увеличить рост оценок отзывов. Это удалось благодаря тому, что мы не просто пуш-уведомления отправляем. Если у клиента после покупки осталось открытое приложение UDS, то мы сразу же там показываем окошко оценки качества обслуживания и, соответственно, количество оценок отзывов растет. Именно такими маленькими шажочками мы пробуем нарастить главные метрики. Мы пробуем сделать наши инструменты для бизнеса более эффективными. И таких экспериментов мы делаем довольно много. То есть, наверное, несколько экспериментов. Экспериментов пять раз в две недели мы делаем. Давайте пойдем дальше. Еще одна есть статистика по модулю оценки качества обслуживания. После того, как клиент получает экран, который автоматически открыт, 24,4% клиентов оставляют оценку качества обслуживания. Таким образом, собственник всегда понимает среднюю температуру в больнице, как, в принципе, клиент оценивает сервис. Если клиент еще и оставляет текст и отзыв, то понятно, что нужно делать дальше. Следующий функционал, о котором тоже сегодня очень много говорилось, это функционал новостей и пуш-оведомлений. Фактически UDS это не просто CRM. Мы позволяем без дополнительной платы в рамках основной подписки сделать две рассылки в неделю по своей клиентской базе. Причем не просто всем клиентам, а мы позволяем сегментировать клиентскую базу. То есть выбрать, например, пол, возраст, дату последней покупки, в принципе, количество покупок, то есть постоянность этого клиента. И по выбранному сегменту какой-то конкретный посыл, какой-то конкретный инфоповод или акцию отправить. Этот функционал один из самых популярных, которые есть в нашей системе. Что происходит, как это работает. Сейчас вы видите график. Это ежедневный график отправки пуш-оведомлений. Вот эти вот просадочки это выходные. То есть пуш-оведомления довольно активно отправляются в будние дни, а в субботу и воскресенье отправляются меньше. Но, тем не менее, пуш-оведомления отправляются всегда и количество тоже растет. Значит, полезность для бизнеса этого функционала очевидна. Пока мы далеко не зашли, расскажу о новом функционале, который у нас уже вот-вот выйдет. Он сейчас находится на стадии настройки. В мобильном приложении UDS есть вторая вкладочка с колокольчиком. Там мы показываем новости, по которым наши предприниматели сделали рассылки. И теперь на этом колокольчике будет выводиться количество новых новостей, которые клиент еще не прочитал. Этот функционал совсем скоро появится у всех. Сейчас мы его донастраиваем с технической точки зрения. Давайте пойдем дальше. Следующий важный модуль – это реферальная программа, сарафанное радио, петли виральности. Не знаю, как его еще назвать. Называют его по-разному. UDS имеет функционал для того, чтобы выстроить digital сарафан. Как это работает? У любого вашего клиента есть кнопочка «Рекомендовать» на страничке компании, и он может отправить ссылку своему другу. Друг, когда присоединяется, получает баллы приветственные. Человек, который порекомендовал, тоже получает баллы за первую покупку друга. Более того, если предприниматель считает нужным, то клиент, который порекомендовал, получает еще небольшие баллы за каждую следующую покупку друга. Причем такая реферальная программа у нас многоуровневая. Плюс здесь заключается в том, что мотивация максимально прозрачная здесь для клиента. Он понимает, зачем ему нужно рекомендовать. А в консоли предпринимателей у нас есть статистика, которая показывает, какая глубина рекомендаций есть в компании. Здесь у меня, к сожалению, нет сейчас графика, но я могу сказать, что есть компании, у которых глубина рекомендаций достигает 10, а то и даже 20 уровней. То есть люди рекомендуют людям, которые рекомендуют другим людям. И таким образом идет абсолютно бесплатная лидогенерация горячих клиентов в ваш бизнес. Более того, мы стараемся находить моменты, которые клиенты максимально готовы рекомендовать. Например, окошко «Рекомендую компанию» мы показываем после того, как клиент поставил 5 звезд. Соответственно, он доволен сервисом и уровень его лояльности в данный момент максимальный. И мы в этот момент показываем окошко «Рекомендую компанию своему другу и получи, например, 100 рублей на следующий покупку». Так вот, с этого экрана очень хорошая конверсия. Из тех людей, которые поставили 5 звезд, более 15%, здесь вот на графике 17,2%, нажимает на кнопку «Поделиться ссылкой» и отправляет ссылку своему другу. Таким образом, в принципе, мы понимаем, что клиенты готовы рекомендовать и этот инструмент работает. Вот, Булат Шайкулин пишет «У меня есть клиент 60». Мне, к сожалению, кнопочка загораживает то, что Булат написал. Ну да, инструмент супер эффективный. Давайте пойдем дальше. Лично для меня сегодня самая интересная тема, которая была во всех докладах – это сотрудники, это тема мотивации персонала. Действительно, это одна из самых наборевших тем, потому что мотивация персонала является либо препятствием, либо тем самым потоком, который помогает успешно внедрить в UDS ваш бизнес. И, в принципе, отцифровать клиентскую базу и дарить любовь клиентам. В рамках модуля сотрудники у нас есть, во-первых, приложение UDS-кассир для каждого сотрудника, чтобы персонал мог отцифровывать клиентскую базу. Но в последнее время все больше и больше клиентов отцифровываются через интеграцию, то есть в заведениях учетно-кассовая система интегрируется в UDS и максимально бесширная отцифровка происходит. Самое главное, что в рамках модуля сотрудники у нас есть различные решения для того, чтобы персонал мотивировать отцифровывать клиентскую базу и проводить продажи через UDS. Во-первых, это мотивация через процент отсчета. То есть UDS можно сделать так, чтобы сотрудник получал, например, 5% от каждого чека, который он проводит через UDS. Более сложный механизм – это настройка KPI для каждого сотрудника. Там можно сделать более вариативную мотивацию, то есть выбираются несколько показателей. Для каждого показателя можно выставить минимальное значение, плановое значение. Исходя из этого, рассчитывается коэффициент эффективности сотрудника, на который можно подвязать, например, какую-то премиальную часть. Таким образом, у персонала появляется прямо-таки материальная заинтересованность в том, чтобы эффективно работать с UDS. И относительно нового функционала, который мы добавили примерно полгода назад, это функционал мотивации через чаевые. Мы этот функционал запустили с нашим партнером компании Cloud Payments и сервисом Cloud Tips. Каждый сотрудник может зарегистрироваться в сервисе чаевых Cloud Tips, передать ссылку администратору. И администратор эту ссылку прикрепляет к учетной записи этого самого сотрудника. Соответственно, после того, как сотрудник провел оплату, клиенту приходит пуш-уведомление о цене и качестве обслуживания. И для таких сотрудников, которые настроили чаевые, мы показываем кнопочку «Ставить чаевые». И если клиент не возражает, то на следующем шаге мы его отправляем на страничку, где клиент может буквально в пару кликов через Apple Pay, Google Pay оставить абсолютно любую сумму чаевых. Эти деньги напрямую уходят сотруднику, и сотрудник, насколько я знаю, платит комиссию 5%. Мы удивились, когда посмотрели на графики, конверсия в чаевые сейчас 23,2%. То есть 23,2% наших клиентов переходят на следующий шаг с чаевыми. Оставляют они или нет, мы, к сожалению, не можем замерить, потому что это сторонний сервис. Но статистика показывает, что оборот довольно большой. Средняя сумма чаевых, которые оставляют наши клиенты, это порядка 150 рублей. Функционал рабочий – это действительно еще один способ повысить мотивацию персонала, так что всем рекомендую. Переходим к следующему функционалу, который у нас есть. Это веб-сайт. Это тоже функционал, который мы помолчаями включаем всем нашим новым клиентам. Фактически при регистрации клиент заполняет информацию о компании, и мы автоматически генерируем сайт, который индексируется всеми поисковиками. И через этот сайт можно как запускать онлайн-продажи, так и рассказывать о каких-то акциях. Это можно использовать как альтернативу, например, таким сервисам, как TapLink. Очень многие наши клиенты используют модуль веб-сайта для того, чтобы понимать, какие товары, какие новости максимально интересны. И затем при помощи сервисов Facebook Pixel, VK Pixel настраивают таргетированную рекламу на определенные сегменты, которые интересуются конкретными товарами. Возможности масса. Я сейчас, к сожалению, не имею возможности на них остановиться, но функционал очень крутой. Следующий функционал, который у нас есть, это модуль товар и услуги. До 5000 позиций, до 5000 товаров и услуг компания может разместить в мобильном приложении UDS App и на веб-сайте. Фактически это позволяет не просто сделать витрину товаров и услуг, но и реализовать полноценный интернет-магазин на базе UDS. Это еще один мощный модуль, который у нас есть, и который пользуется довольно большой популярностью. Популярность пошла вверх, естественно, во время локдауна, когда многие наши предприниматели были вынуждены перейти в онлайн. Последний год, 2020, мы очень сильно работали над развитием функционала интернет-магазина. Много что интересного там появилось. Сейчас там есть довольно сильный функционал приема обработки заказов. Мы его продолжаем дорабатывать прямо сейчас. Там есть возможность онлайн-оплаты на территории Российской Федерации. Сейчас мы работаем над инфраструктурой, которая позволит нам подключать внешние платежные сервисы за пределами Российской Федерации, то есть в Европе, в Азии, в принципе, везде. То есть мы фактически делаем открытый метод для того, чтобы любой партнер, которому интересно выйти на новый рынок, например, мог самостоятельно разработать какой-то интернет-магазинный модуль для онлайн-оплаты. У нас есть функционал складских остатков. Соответственно, если заказов много, какой-то товар может быстро закончиться. При каждом заказе мы автоматически меняем количество товара, и когда товар заканчивается, мы автоматически расснимаем с продажи. Таким образом, у нас есть функционал складских остатков. Обо всем, опять-таки, не успеваю рассказать, поэтому бежим дальше. Небольшой график, который показывает количество заказов. Она у нас тоже растет. Заказов все больше и больше. Оранжевые – это заказы, которые оплачиваются при получении, и зелененькие – это заказы, которые оплачиваются онлайн, прямо в мобильном приложении UDS или на веб-сайте компании, который тоже развернут на базе UDS. Еще один крутой модуль, относительно новый, называется сертификата. Я лично для себя сегодня очень много интересного услышал именно по этому модулю. Большое спасибо предыдущим спикерам. Этот инструмент очень крутой, потому что он позволяет решить очень много задач. Во-первых, сертификат можно раздавать вручную. У сертификата есть срок действия. Мы с вами, например, имитируем сертификат на 1000 рублей, и он действует неделю. И отправляем его клиентам, которых хотим реанимировать и вернуть в наш бизнес. Им приходит пуш-уведомление, то же сертификат получен. Затем они получают пуш-уведомление за три и за один день до сгорания сертификата. И воронку использовать сертификаты мы тоже можем отслеживать в консоли администратора UDS Business, предыдущий спикер это показывает. Второй кейс – это автоматическая раздача сертификата своим клиентам, как кто-то из предыдущих ораторов показывал. Например, автоматически раздавать сертификат при покупке от 3000 рублей. Таким образом, мы повышаем средний чек и еще и мотивируем клиентов повторно прийти в наш бизнес. И третий, вообще космический кейс – это автоматически раздавать сертификаты клиентам другой компании, то есть организовать кросс-маркетинг. Это расширение клиентской базы совместно с компанией-партнером. У меня барбершоп, через дорогу спортпит и наши клиентские базы. Наш сегмент пользователей примерно похожий. Мы хотим расширить клиентские базы за счет друг друга. Мы генерируем сертификаты и обмениваемся. Я начинаю раздавать сертификаты барбершопа, барбершоп начинает раздавать сертификаты мои. И таким образом наши клиенты приходят друг к другу и образуется win-win история. И здесь, опять-таки, при помощи этой истории мы, во-первых, получаем горячих целевых льдов у нашего бизнеса. И, во-вторых, мы повышаем средний чек, потому что, опять-таки, сертификаты по кросс-маркетингу могут выдаваться от определенной суммы покупки. Очень крутой функционал, и по нему мы тоже готовим очень интересное давление. Скоро увидите. Еще один мощный модуль, о котором мы сегодня многие рассказывали, многие показывали, это источники трафика. Фактически в UDS можно создать отдельные промокоды, отдельные ссылки для каждого канала привлечения, для блогеров, для социальных сетей, для Инстаграма, для партнеров по кросс-маркетингу. И везде прозрачную статистику по лидам с каждого канала. Мы можем не только посмотреть, сколько людей пришло по каждому каналу, но можем оценить платежеспособность льдов с каждого из каналов и понимать, а в какой именно канал нам имеет смысл инвестировать, и откуда приходят те самые целевые клиенты, которые приносят нам большую прибыль. Это наша с вами экосистема UDS Business. Мы с вами сейчас поговорили о том, что есть ядро продукта, которое представляет собой программу лояльности, инструмент оцифровки клиентской базы. И вокруг него мощный и самодостаточный продукт, который очень круто интегрируется с этой программой лояльности и с клиентской базой. Веб-сайсе, артификаты оценки, отзывы и так далее. Все вместе это образует экосистему, которая дополняется более 40 интеграций с разными учетными системами. Их количество растет. Некоторые из них мы не успеваем даже публиковать. И мы надеемся, что количество интеграций будет увеличиваться и дальше. Более того, есть решение, которое разработают наши партнеры. Все компоненты экосистемы UDS Business можно найти по адресу store.udis.app. Переходите туда. Ссылка открытая. Там можно почитать максимально детальную информацию по каждому модулю, по каждой интеграции. Скоро количество модулей будет в России, и наша экосистема будет дальше развиваться. Функционал постоянно меняется. О каких-то вещах я даже не успеваю рассказать, потому что две недели назад их не было. Каждые две недели наша команда разработки выпускает новое обновление. Мы получаем обратную связь через наших персональных менеджеров, через магазины приложений. Мы созваниваемся с нашими клиентами и понимаем, какие задачи нам брать в работу дальше. Кроме того, есть такой орган крутой у нас, департамент внедрения UDS. Это наши партнеры-внедренцы, которые достигли максимальных успехов в внедрении продукта и понимании наших клиентов. Вместе с ними мы придумываем, как мы дальше будем развивать продукт. И все изменения, которые происходят с продуктом, они происходят в том числе благодаря им. На этом давайте мы закончим нашу презентацию сегодняшнюю. Я хочу сказать, что со стороны команды разработки мы делаем максимально возможное для того, чтобы наш продукт становился более эффективным и полезным как для предпринимателей, так и для их клиентов. И, в принципе, статистика показывает, что у нас это получается. Сейчас количество скачиваний в DSAP уже больше 12 миллионов. Ежедневная аудитория приложения больше миллиона. Это пользователи по всему миру. Мы сейчас сфокусированы на этих метриках. Мы сейчас ищем разные способы для того, чтобы поднять репотребляемость и нашего приложения, и бизнесов наших клиентов, наших партнеров. На этом у меня все. Наверное, я могу ответить на какие-то ваши вопросы. Спасибо большое. Равиль? Да, Сергей, спасибо большое. Очень круто. Спасибо. Прям было очень хорошо.